В этот день 5 апреля родились Никита Демидов, основатель династии промышленников и десятков заводов на Урале. Гаврил Батеньков – русский писатель и поэт-участник войн с Наполеоном и Декабрьского восстания. В этот день 5 апреля 1812 года Россия и Швеция заключили союзный договор, направленный против наполеоновской Франции. Что интересно, кронпринцем Швеции был бывший маршал Наполеона Бернадотт. Теперь он будет воевать против своего бывшего вождя. 5 апреля 1242 года на Чудском озере произошло знаменитое ледовое побоище. Фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» стал одним из самых его удачных творений. По крайней мере, в смысле произведенного на широкую публику впечатления. И сейчас кадры с провалившимся под лед рыцарей воспринимаются почти как документальные. И никто не сомневается, что фраза «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет» она пришла к нам оттуда из 13 века. Она была, конечно, произнесена самим Александром Невским. И правда, эффект от фильма был настолько сильным, что даже на ордене Александра Невского, его учредили в 1942 году, был изображен профиль артиста Черкасова, который только играл роль новгородского князя. А автором фразы про меч был сценарист фильма Павленко. Он, скорее всего, вдохновился словами из Писания «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут». И, наконец, картина с загнанными в прорубь рыцарями – это больше похоже на современное изобретение, потому что летописи такой подробности не сообщают. Напротив, старшая ливонская рифмованная хроника говорит о том, что убитые валились на траву. Но обо всем по порядку. Сам факт события, конечно, не вызывает сомнений даже у самых больших скептиков. О битве у Чудского озера говорят почти все русские летописцы. И даже западные хронисты еще несколько столетий упоминали ее, как видно, резонансы с победой новгородского оружия и ее политические последствия были очень серьезными. Началось же все в 1240 году. Тогда новгородский князь Александр разбил шведов на Неве, за что и получил прозвище Невского. Но резкий 20-летний полководец не всем был по душе, несмотря на успех, его вскоре погнали с новгородского престола. Однако в то же время на западной границе к стенам богатого Пскова подошли ливонские рыцари и заставили его отложиться от Новгорода. О молодом князе вспомнили снова. Новгородцы вновь призвали его на службу. Бросок Александра был молниеносным. В марте 1242 года он без боя вошел во Псков. И затем без промедления с дружиной он вошел в Орденские земли. Момент для удара Александр Невский выбрал удачно. Почти все силы христоносцев были отвлечены войной с балтийскими племенами. Судя по всему, против русских радий, Орден и Дербское епископство, на территорию которого вошел князь, не могли выставить и ста рыцарей. И хотя любой рыцарь в то время был очень большой, величиной и вел с собой еще нескольких вооруженных людей, в любом случае битва их сратью Александра Невского не могла быть многолюдна. Речь шла о нескольких сотнях, может быть, тысячах конных войн. Кстати, пиши ополченцы вряд ли приняли участие в схватке, и не тот был характер этой летучей войны. И вот 5 апреля 1242 года две силы встретились. О том, насколько разгромным вышла битва для немецкой страны, подсказывает их хронист. Русские имели такую рать, что каждого немца атаковало, пожалуй, 60 человек. Здесь часов 60 взято явно для того, чтобы посластить горечь поражения. А вот цифра их потерь почти наверняка точна, ведь членов Ордена знали в сущности поименно. Там было убито 20 братьев-рыцарей, а 6 было взято в плен. Это явно говорит нам об ожесточенности битвы. На самом деле такая смертность для не более чем 100 тяжелобронированных всадников считалась очень высокой. Уже в советское время появились исследования, которые говорили о столкновении на Чудском озере десятков тысяч воинов. Однако в средние века дивизиями не воевали. Редко какая битва насчитывала пару тысяч участников. Не стало исключением и это сражение. Но впечатление на западных соседей она произвела явно грандиозное. Ливунский орден тотчас попросил и заключение мирового соглашения. Его условия диктовались с новгородцами. А святой и праведный князь Александр Невский еще раз подтвердил статус главного защитника русских земель Северо-Запада. Мир на этой границе установился на несколько десятков лет.